То, что общество быстро среагировало на идею Константинового Совета, и то, что всплыли документы, которые показывали эту идею для конфигурации, это большой плюс, и это способствовало паузе. Это хорошая пауза, которую, к сожалению, Зеленский не смог воспользоваться. А мог? А мог воспользоваться? В большом отсчете можно забыть об этой идее, в большом отсчете можно отозвать подпись с безисновыми выявленными обстоятельствами политическими. Есть разные способы дипломатии, позволяющие в таких переговорах уйти от неких неправильных решений. Но, если говорить о самом Константиновом Совете, начнем с него. Как бы ни пытался ни Ермак, ни Резников, ни другие защитники или охранители банковой защитить эту идею, главная ее цель – это легитимизация той стороны, именно от зло в переговорном процессе. Критики говорят, смотрите, вот в тех протоколах 2014-2016 года есть же подписи Захарченко, Пуширина, других. Но дело в том, что подписи без расшифровки. Гражданин Захарченко, а не уполномоченный представитель Донецка. Или Донбасса, Донецкой Народной Республики. Просто гражданин Захарченко, которого определила контактная группа в качестве некого участника дискуссии в составе российской группы. Потому что тресторонняя контактная группа – это три стороны. Это Украина, Россия и ОБСЕ, а не ОРДЛО. Это очень важно понимать. Россия нам это очень не нравится. И они всячески в документах, в экспертных выводах, в интервью пытаются убрать слово «трехстороннее». Говорят, Минская группа, группа в Минске, группа переговорщиков, контактная группа. Забывая об этой тресторонности. И для Украины было бы важно, чтобы так формат и оставался. Но не для России. Россия заинтересована максимально вывести себя с этой стороны конфликта. И сделать стороной конфликта Украину и Донбасс. Ну, своей оккупационной администрацией. Для этого создается контактный совет, который и должен легитимизировать представительство уполномоченных лиц от ОРДЛО. Сейчас Ермак и Резников пытаются сказать о том, что это будут переселенцы, что это будет гражданское общество на оккупированных территориях. Все эти истории о гражданском обществе на оккупированных территориях – это фейк, который понятен любому человеку, который занимается историей этого конфликта и понимает происходящее там на местах ситуацию. Никакого независимого гражданского общества на оккупированных территориях не существует. Есть фейковые организации, которые контролируются российскими оккупантами, которые или полномачиваются, или не полномачиваются. Там есть определенная грязня внутри оккупационной администрации. Но это ни конкуренция, ни флорализм мнений. И это непонятно понимать. И когда пытаются сказать, что это будет гражданская платформа, не может быть гражданская платформа в переговорном процессе, где принимаются решения управленческого характера. Это может быть сопроводилово, это могут быть какие-то вещи, которые пытался делать Сивоха, например. Но в чем проблема Сивохи? Его платформа рассматривалась как некое сопровождение электоральной кампании и политической инициативы президента Зеленского. Он был нужен как публичная точка снятия и негатива с одной стороны, от инициативы, а с другой стороны, как точка доказательства ватному избирателю Зеленского о том, что мы же пытаемся мир сделать. Сивох этим занимается. Он максимально выступает за интеграцию и за диалог с той стороной. Но поскольку карантин, поскольку Сивохе не удалось концентрировать как у себя какие-то группы интересов, которые бы более шире рассматривались и в Украине, и не только в Украине, но и переговорщиками, введен карантин, это значит запрет на массовые акции, а именно на их, на это была ставка в платформе примирения. Потому что это был некий микс переговорных общежитных площадок и концертов, встреч, гуманитарных инициатив, визитов на линию разделения в серую зону и даже визитов туда и назад через линию разделения. Сейчас это все невозможно. И как бы добавленная стоимость от Сивохи, от его инициативы, но сейчас ее просто нет. Поэтому, конечно, Сивохеры, как я их называю, сейчас раздосадованы. Они не видят своей перспективы. Это видно по постам людей, которые вокруг Сивохи сконцердировались. Но я вижу другое, что его инициативу так и не поняли ни в Москве, ни на той стороне. То есть нет никакого принятия или защиты идеи платформы примирения со стороны коррупционных администраций Российской Федерации. То есть сейчас, так понимаю, для банковой добавленная партийская стоимость Сивохи пока не очевидна. Более того, его заявления, заявления его окружения, они вызывали диссонанс с позиции секретаря светобезопасности Данилова. Поэтому так быстро Данилов отказался от своего советника. И судя по постам самого Сивохи, расставание было, ну, скажем так, неприятным. Сивохи, что это было увольнение за одним числом. Его и еще одного советника Максима Ткаченко.